Слушает с открытыми ртами, спасатель рассказывает, как работает тяжелая техника в случае возгорания, что такое трехколенная выдвижная лестница, всасывающие рукава и бак с пенообразователем. Если мы подъехали, горить с той стороны, допустим, возгорание, боевое развертывание, производим с той стороны. Так проходит первая профориентационная практика в регионе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект, хоть и пилотный, но, по мнению организаторов, очень даже перспективный. 14, 15, 16 лет. Основная задача сейчас, чтобы они получили навыки и умения, которые им пригодятся к 18 годам, когда они уже выйдут на рынок труда, им очень важно быть востребованы на этом рынке труда и не проиграть конкуренцию здоровым сверстникам. Александр Костенко – психолог по образованию. Несмотря на инвалидность, мужчина работает в пожарной части уже более 10 лет. У вас программа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями в МЧС. И, собственно, я попал под эту программу. Приходится у себя держать в тонусе, приходится это. А когда тебе никуда не нужно, ты расслабляешься, растекаешься, и тебе уже становится скучно жить. Кирилл Андреев в свои 14 с будущей профессией еще не определился, но встречей впечатлен. Впечатлила, наверное, сложность всей этой конструкции больше. Потому что столько надо успеть разгрузить, достать. На это нужно время. К этому надо приловчиться. Сегодня побывать в роли спасателя хоть и на несколько минут мог каждый желающий. Да и в целом инвалидность при трудоустройстве не порог. Работодатели и сами охотно идут навстречу таким соискателям. На сегодняшний день работодатель может получить возмещение затрат при трудоустройстве инвалида на возмещение заработной платы, а также при создании рабочего места для инвалида. Сегодня дети и их родители побывали на нескольких предприятиях Барнаула, чтобы каждый подумал, кем хочет стать, когда вырастет. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.